Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, с вами Капля, и мы продолжаем говорить об отцовстве. Сегодня я хотел бы поговорить о семейных ценностях, что это такое и каким образом мы можем их развивать. Как отцы мы должны прививать нашим детям правильные, с нашей точки зрения, жизненные ценности. Дело в том, что человек, не обладающий четкими, сформулированными и проявляемыми жизненными ценностями, обязательно будет терпеть в своей жизни проблемы и неудачи. Кто-то очень хорошо сказал, люди безорганизованной системы мышления всегда будут находиться в подчинении у тех, кто ею обладает. Ценности формируются с самого раннего детства. В формировании ценностей мы не можем положиться на культуру, общество или родных. Это наша с вами ответственность. Напротив, зачастую культура будет противодействовать нам, потому что, если вы посмотрите вокруг, то вы обнаружите, что современная культура наполнена неправильными, мягко говоря, жизненными ценностями и принципами. Мы, как отцы, должны предостеречь наших детей от пагубности определенного рода жизненных ценностей. Мы не просто должны им дать набор правильных ценностей, но и помочь эти ценности сформировать таким образом, чтобы они стали частью их жизни. Как мы можем это сделать? Существует, по крайней мере, шесть способов. Личный пример, объяснение, увещание, поощрение, окружение и личный опыт. В следующих каплях мы поговорим об этих способах, а сейчас вопрос. Как вы считаете, должны ли мы и насколько это важно прививать нашим детям правильные, с нашей точки зрения, жизненные ценности? И я буду благодарен, если вы выразите это в комментариях под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok